еще раз здравствуйте 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 мы с вами пройдем очень интересную тему но для этого я бы хотел чтобы вы посмотрели на изображение которое у нас на презентации посмотрите кого вы видите что это за животное морское давайте посмотрим а куда он смотрит злую чайку ребята а нашему крабику грустно или страшно молодцы а что же сделать крабику чтобы мне стало страшно давайте посмотрим на следующую картину надо убежать убежать а если вы друзья в море умница а если возле него будут друзья его сородичные они могут они могут чайку прикусить чайки могут правильно правильно а потом хорошо молодцы ребята поднимайте ручки хорошо я буду вас обязательно слушать итак давайте теперь посмотрим что же станет чайка если вокруг этого маленького крабика будет семья или друзья его что станет чайкой конечно же что ну-ка скажи правильно что получается одному крабику было бы легче справиться с чайкой или целой командой целой командой хорошо мы с вами молодцы давайте теперь мы с вами поговорим про команды у меня к вам вопрос кому относится этот предмет кто играет в этот предмет футболисты 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 умниц умницы скажи мне пожалуйста Альпатслан а футболисты для чего собираются на поле просто так только ради того чтобы играть нет Чтобы выиграть кубок. Умница. Чтобы выиграть кубок. Молодец, Мирьян. Давайте посмотрим на следующие предметы. Чтобы выиграть медаль. Скажи мне, пожалуйста, Мирьян, к кому относятся эти предметы? Доктора. Чтобы лечить человека. Правильно. Ребята, вы согласны с Мирьян? Да. Да. А кто это такие, ребята? Кто это такие? Они помогают. Они строители. Они мастеры. Они строители. Они строят команды. Правильно, молодцы. Они строят команды, строители строят дома. Хорошо, ребята. Хорошо, молодцы. Значит, что получается? Каждый этот предмет относится к какой-либо группе. У каждой группы есть своя идея. У них есть единство. А также есть опыт. Давайте теперь мы с вами поговорим о том, как создается этот коллектив. Как создается эта группа. Аяна, скажи мне, пожалуйста, какие группы людей ты знаешь? Я знаю группа врачей, группа учителей, группа учащихся. Умница. Правильно. Строфенов. Правильно. Строителей. Правильно. Алишка? А какие коллективы ты знаешь? Танцоров. Правильно. Танцоров. Умница. Вот посмотрите, у нас в книжке есть изображение, где у нас танцоры, футболисты. Также есть хор. Балерина. Да. А что их всех объединяет? Группа спорта. Правильно. Ребята, танцоров что объединяет между собой? Пускай мне Хурамана. Группа танцев. Хорошо. Хураман, ответь мне, пожалуйста. Танцоров что объединяет? Их объединяет. Объединяет желание. Что они вместе это делают. Ага. Что они вместе делают. Приходят на определенный зал. Танцуют. Это им нравится. У них есть общие идеи. Ребята, да, Фида. Я тебя слушаю, Фидашка. Давай. Чтобы хорошо научиться танцевать. Молодец. Правильно, ребята. Правильно. Самое главное... Надо помогать друг другу. Конечно. Помогать. Естественно. Конечно. Молодцы, ребята. Без команды у меня сила. Молодец. Умница. А посмотрите, пожалуйста, на это изображение. А кто это? Ученики. 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 Кто ходит в школу? Правильно. А кто ходит в школу? И кого учит педагог? Ученики. 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 Молодцы. Ученики. Ученики. А Беляр мне что скажет? Какая у тебя цель? Почему ты ходишь в школу? Я ходила в школу. Угу. Молодцы. Так. Кто еще хочет рассказать про свои цели? Почему вы ходите в школу? Давай. Я ходу в школу, чтобы учиться. Учиться. Самое главное... Я ходу в школу, чтобы учиться. Молодцы. Ребята, самое главное, вас объединяет... Чтобы читать хорошо. Правильно, Фатима. Молодцы, ребята. Умницы. Значит, вас объединяет то, что все вы у меня хотите учиться. Все вы приходите за знаниями, которые вы получаете с тем в школу. Правильно? И вам педагог объясняет. И направляет вас для того, чтобы в будущем вы знали те или иные правила. Хорошо, ребята. Теперь давайте поговорим о следующем. Посмотрите, пожалуйста, на этих людей. Ребята, каждый из них... Отключайте, пожалуйста, микрофон. Не забывайте. Ребята, каждый из них идет на свою работу. По своей дороге. Каждый из них отличается друг от друга. Скажите мне... Ответьте мне на такой вопрос. Являются ли все эти люди коллективом? Пускай мне ответит Аян. Нет. А София, София Ливина, что скажет? София Ливина, София Ливина... А это свой коллектив. Правильно, правильно. София Искендерова, скажи мне, пожалуйста, являетесь ли эта группа людей коллективом? Да. А София Ливина, София Искендерова, София здесь у меня? Ответьте, девочки. Нет. Не являются. Не являются. А почему они не являются коллективом? Ну, Рай, почему они не являются коллективом? Ну, Райка. Ага, давай. Почему эти люди не являются коллективом? Потому что они друг друга не знают, и они просто посторонние прохожие. Конечно, ребята, но вне зависимости от того, что вы собираетесь в группы, правильно, вы являетесь коллективом. Каждый из вас имеет свою индивидуальность. Каждый из вас неповторим. Такой, как Аян, такой, как София, такого, как Искендерова, больше нигде нет. Правильно? Вы, ребята, все индивидуальны. Поэтому, помимо того, что вас объединяет желание учиться, у вас есть еще свои свойства. Кто-то у нас зеленоглазый, кто-то у нас кореглазый, у кого-то темные волосы, у кого-то светлые волосы. Кто-то у нас, например, любит петь, а кто-то любит играть. Правильно, ребята? Это ваши свойства. И свойства, которыми обладает каждый человек, они повторяются, конечно, но все-таки каждый из вас обладает этими свойствами индивидуально. Поэтому каждый человек в своем роде является индивидуумом. Вне зависимости от того, что мы входим в коллектив, каждый человек является индивидуумом. Ребята, хорошо. Вот мы поговорили про индивидуум, поговорили про коллектив. Посмотрите, пожалуйста, на этих людей. И ответьте, Айла, скажи мне, пожалуйста, какой это коллектив? Как называется такой коллектив, Айла? Семейный коллектив. Семейный коллектив, правильно. Фат, скажи мне, пожалуйста, а что объединяет семейный коллектив? Что объединяет семейный коллектив? Что объединяет семейный коллектив? Они помогают друг другу. Правильно. Правильно. Хадиджа, добавь. Что еще объединяет? Общая семья. Да, правильно. Хадиджа, какие у тебя? Они помогают Петре. Ага, правильно. Правильно. Нигя, давай, ты теперь скажи. Что общего? Что объединяет семью? Да, у Ленина. Ага. Да, Фатима. У меня просто в экране только белое видно. А, у тебя загрузится, моя хорошая. Не переживай, у тебя сейчас загрузится. Значит, получается что, ребята? Семья – это в первую очередь родственники. Родственники, правильно? Мы являемся для своей семьи родными. Нас объединяет родство. Поэтому семья – это коллектив, который объединяет помимо того, что какие-либо сходства, главное, что нас объединяет – это родство. Ребята, а вы? Вы являетесь друг другом родственниками? Родственниками? Вы являетесь? Нет. Нет. Сначала не были, а теперь? Нет. Да. Ребята, скажите мне, пожалуйста, из этих трех картин, где нет у нас коллектива? Где у нас нет? Ученики. Первого. Первого. Ученики. Четвертого. Первого. Чего не были? Правильно. Правильно, ребята. Молодцы. Молодцы, ребята. Посмотрите, пожалуйста, на эту пословицу. Эмин – один в поле не воин. Как ты понимаешь эту пословицу, Эмин? Поле не воин. Что значит «один в поле не воин»? Помоги Эмину. Ну-ка, скажи. Один в поле не воин. Ученики. Да. Один человек в поле где-то или где-то арене не воин. Правильно. Ага. Кто еще хочет добавить? Что означает эта пословица? Я. Ага. Давай. А я? Ага. Один же человек не будет тысячу человек победить. Как он выиграет? Целая команда. Его просто зацепят с кругом и дадут гол. Отлично. Айхан. Это уже будет не учитываться. Один человек, где будет тысячу человек победить. Ребята. Правильно. Правильно. Ребята, отключаем микрофоны, не забываем. Абина Славна, а какая презентация под номером? Так, ребята, все внимательно смотрим. Дальше, не торопитесь, ребята. Сейчас у вас загрузится презентация. Отключаем микрофон и слушаем меня. Айхан, скажи мне, пожалуйста, кому было бы лучше выиграть и вернуть в нашу землю? Одному салтату? Одному салтату? Или так? Сейчас загрузится, мои хорошие, не торопитесь. Хорошо? Так, посмотрите. Когда много. Когда много. А что их объединяет? Мы только что с вами говорили. Единство. Давайте теперь посмотрим, что же такое единство. Байрам, Мамедов, скажи мне, пожалуйста, как ты понимаешь слово единство? Ребята, если вы хотите ответить, обязательно поднимайте ручки. Хорошо? Байрам, что значит единство? Что для тебя единство? Байрам, давай. Да. Что значит единство для тебя? Единство это... Когда что-то мало бывает или один. Да. Единство это тогда, когда людей объединяет что-то. Они... В первую очередь поддержка. Поддержка, ребята. А что дальше? Общая цель. Вы согласны, что единство это в первую очередь общая цель? Тогда у вас... Когда у вас есть единство, значит у вас есть общая цель. Понимание. Ещё поддержка. Поддержка. Правильно. Поддержка. Общая цель. Понимание. Доброта. Ведь разве может быть коллектив, в котором постоянно... Вот ругаются. И понимание. И понимание. Конечно. Получается. Если нет доброты, если нет понимания, если нет общей цели... Помогание. Да. Дальше посмотрим. У нас ещё сила. Давайте посмотрим. Любовь. Если мы не будем друг к другу относиться с любовью, если мы не будем друг друга любить, уважать, может ли быть между нами единство? Если каждый из вас будет друг другом ругаться? Нет. 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 Конечно. И что самое главное, ребята, согласие. Это тогда, когда вы работаете в групповой работе, да, на уроках, и приходите к общему мнению. Это является согласием. Вы соглашаетесь с мнением друг друга. Правильно. Забида Аслановна. Да. Аня. Мы с Нурай тогда посоветовались, какую черепашку делали, и сделали одинаковое. Молодец. Это является согласием. Вы друг друга поддержали для того, чтобы... Что сделать? Получить хороший результат. Вот мне Айхан сказал, что если бы не было бы нашей армии, если бы был бы только один солдат, он, конечно, бы и смог дать большой вклад нашей победе. Но только благодаря армии, вере, любви к родине, весь наш народ объединился. Ради чего? Ради победы. Ради возвращения азербайджанских земель. И это немаловажно. Поэтому, ребята, разве мог бы один солдат? Или несколько солдат, которые не общаются друг с другом? У которых не было бы идеи вернуть нашу землю? Минуточку, Тунарчик. Ответьте мне на вопрос. Если бы у каждого солдата не было бы желания вернуть наши земли, мы бы смогли победить Тунар? Нет, не смогли. Конечно бы мы не смогли. Мы бы умерли. Мы тысячи один, а солдат не может тысячи три тысячи человеком победить. Значит, ребята, нет, конечно же, только армия и только коллектив, где есть единство и главная цель – это свобода Родины, только в этом случае коллектив может одержать победу. При этом, при этом, в этом солдатском коллективе было больше тысячи человек. Видите, как наша доблестная армия, и вы тоже сделали большой вклад, вы верили в них, вы верили и знали, что они придут и вернутся с победой. Правильно? Хорошо, ребята. Теперь мы с вами сегодня, значит, поговорили про семью и про коллектив школьный, и не только школьный, про рабочий. Давайте теперь мы посмотрим, чем же отличается семья от коллектива в целом. Самое главное, скажи мне, пожалуйста, кто у меня здесь, скажи мне, пожалуйста, Эмэр, семья, чем отличается от коллектива? Это родственники. Молодец, родственники. А коллектив Эмэр является родственниками? Нет. Не являетесь. Нет, являетесь, потому что они не знают друг друга. Нет, почему не знают друг друга? Вы разве не знаете друг друга, ребята? Вы знаете друг друга. Они не знают друг друга. Их же мама не знакома, не сестра. Они одного годика не душили. Да, правильно. Ребята, но с семьёй и коллективом что объединяет? Самое главное, кто мне скажет, что общего между семьёй и коллективом? Поднимите руку. Ага, Хураман. Хураман, давай. Даже если коллектив, ну, те, кто вместе работает, они будут друзьями, всё равно они будут одинаковую цель держать. Держать это одинаковую цель. Отвечают. Правильно. Правильно. Искандер, а что общего между семьёй и коллективом? Что общего между семьёй и коллективом? Что их объединяет? Кто хочет сказать? Ага. Смогут видеть друг друга каждый день. Вот, владеет. А коллектив видит и помогает. Правильно. Ну, Райка, ты тоже хотела сказать? Давай, ну, Райка. Общая цель. Общая цель, правильно. София, Сафия, здесь у меня. Давай, Софийка. Они в одном доме живут и много о себе знают. А другое. Да. Ребята, а самое главное, это что? Это единство. Как и в семье, как и в коллективе. Единство. Если в семье вы будете... Солдаши тоже. Вот, солдаты тоже в единстве. Они все вместе работают. Правильно. Чтобы учить наш... Да, если, например, надо приготовить сложный салат, а маме никто не будет помогать. Она так вряд ли его сможет приготовить. Конечно. Например, если остался час до день рождения. Вот, молодец. Значит, только ваше единство поможет. Мы бы всем помогали. Правильно. Ребята, значит, семью и коллектив объединяет единство. Объединяет единство. Это самое главное в каждом коллективе. Как и в родственном, так и в коллективе рабочем или в школьном. Вас, ребята, также объединяет единство. Если вы будете дружить, если вы будете уважать друг друга и поддерживать друг друга, то у вас всегда в коллективе будет хорошая обстановка. Если вы каждый раз будете ругаться друг с другом, это разве хорошо? Разве это единство? Нет. Нет. Ни в коем случае. Нет. Ни в коем случае. Хорошо, мои хорошие. Скажите мне, пожалуйста, пускай мне скажет Айла, какую тему мы сегодня прошли. Давай, Айла. Коллектив. Ага. Самое главное. Сила в единстве. Сила в единстве. Надо, чтобы всем помогать. Правильно. Ребята, скажите мне, пожалуйста, вот и бывают учителя. Бывают кресты. Правильно. Ребята, бывает коллектив учителей и коллектив врачей. Скажите мне, пожалуйста, если... И охрана. Да, охрана. Правильно. Если не будет коллектива врачей, как будет коллектив учителей лечиться? Доктор не будет успевать лечить кого-то. Конечно. Один доктор может и с одной одного человека лечить. Нет. Надо, чтобы всем помогать, даже доктор. Они месяц, он... Вот, один доктор... Вот, кто не может, а кто может лечить? Так. А вот, в итоге, может, не будет коллектив учителей. Правильно, ребята, не забывайте отключать. Например, как бы учителя нуждаются во врачах. Ребята, слушайте друг друга, не торопитесь. Конечно. Учителя... Да, Айхан, давайте послушаем Айхана. Давай, Айхан. Один полицейский не способен одного разбойника поймать. Что ж так? Вот, например, один полицейский не может поймать разбойника. И мы можем коллективы. Конечно. Вот, молодец. То есть, получается, один человек может исправиться, но ему будет очень сложно бороться. Вот, например, искать, как Айхан сказал, искать разбойника. Да, один врач может и сможет помочь, но так как мы знаем, что у нас сейчас пандемия, только объединение людей, врачей, единство их и общая цель спасти людей помогает нам сегодня с вами жить и не бояться, что мы заболеем. Правильно, ребята? Да, да, Фатима, я тебя слушаю. Вот, если, например, один человек хочет построить дом, а у него нету единства, он не сможет построить дом. Молодец, молодец. Значит, что получается, ребята? Один человек может быть и построить дом, но ему будет очень сложно. А когда бывает коллектив, намного легче справиться с задачей. Да, Тунар? Учительница, как один врач не может очень большую и трудную работу делать, вызывает своих врачей, коллектив, и они вместе делают всё? Правильно, правильно. Если, например, в один день заболеют 705 людей, а будет один доктор, он всех так не вылечит? Конечно. Ребята, давайте теперь мы с вами подведём итоги. Пожалуйста. Они другу помогают. Смотрите, пожалуйста. Давайте мы с вами ответим на вопросы, которые даны у нас в нашей игре. Итак, одну секундочку. Ответь мне, пожалуйста, Нурай, на первый вопрос. Покажи мне, пожалуйста, какой это коллектив? Нурай, какой это коллектив? Посмотри, кто у нас там? Перекор. Правильно. Можно я скажу? Давай, Мариам, следующая ты. А кто это? Это врачи. Молодец. Дальше. Можно я? Ребята, отключаем микрофон, и я обязательно вызову. Дальше. Искандарова София. Кто же это? Кто у нас там? Давай, София. Пожарная. Пожарная. Правильно. Правильно. Дальше. Можно я следующую? Ребята, давай, Тунар, потом отключаем микрофон. И, ребята, ждите своей очереди. Хорошо? Давай, Тунар. А кто же это? Мы проходили на уроке музыки. Музыканты. Оркестры. Оркестр. Молодец. Вот, правильный ответ. Дальше. Пускай мне ответят. Так, кто у меня здесь? Айхан. Давай. Кто же это, Айханчик? Кто? Да. Правильно. Правильно. Асиф. А кто же это? Асиф. Давай. Искандер, помоги Асифу. Космонавты. Молодец. Ну и последний у нас пускай ответит. Алишка. Давай. Я знаю, кто это. Кто? Скажи. Космонавты. Молодец, Альбасла. Давай, Алишка. Я. Космонавты. Космонавты, седьмой. Кто это? Алишка, кто это? Строитель. Это коллектив строителей. Молодцы, ребята. Молодцы. Значит, получается, у нас с вами бывают коллективы разные. Как и рабочие, так и еще какие. Бывают, ну-ка, мне скажите сегодня, про какие коллективы мы говорили. Давайте. Давайте. Все, я вас услышала. Хорошо. Хорошо. Теперь, мои хорошие, если вы поняли сегодняшний урок, пожалуйста, поднимите руку. А если вы поняли урок частично, сейчас я вам покажу одну секундочку, слайд. У вас открылся слайд? Ребята, у вас загрузился слайд? Да. Да. У меня загрузился только в белом, и туда все крутится. Да, это картинка, которую мы делали. Хорошо. Ребята, если вы хорошо поняли сегодняшний урок, поставьте лайк. Учительница. Учительница. Хорошо, ребята, я вам говорю, а вы меня внимательно послушайте. Если вы хорошо поняли сегодняшний урок, поставьте реакцию лайк. Но если вы не всё хорошо поняли, но вам было интересно, поднимите руку. Ага. Я смотрю, что все поставили лайк. Значит, все сегодняшний урок поняли. Молодцы, ребята. Молодцы. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами на следующем уроке. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok